Для того, чтобы начать, нам понадобится вот обычный вот такой вот, я взял мяч для гольфа, обычный кистевой эспандер, ну и, естественно, чашка. Для чего эта чашка, я объясню вам потом. Значит, начиная. После того, когда у вас была травма, хорошо, если это был просто ушиб, если это был перелом, наложили шину или гипс, и вот через какое-то время снимает у вас этот гипс с кисти, и ее нужно восстанавливать. Для того, чтобы правильно восстановить эту кисть, нужно выполнять определенные упражнения. Если эти упражнения не делать, то, к сожалению, вот эта вот межкостная жидкость или сами хрящи костенеют, и функции кисти просто-напросто редуцируются. То есть, ваша кисть уже не может, например, вот так вот хорошо подниматься, от горизонтальной поверхности, двигаться в разные стороны, ваши возможности уже ограничены. Так вот, для того, чтобы вернуть кисть в первоначальное состояние, до травмы, нужно выполнять определенные упражнения. Я просто-напросто еще раз покажу вам эти упражнения. С обычным мячиком для гольфа или рефлексным шариком, вы ложите его на ладони сверху и начинаете вращать. Для того, чтобы разогнать кровь, для того, чтобы восстановить нервные окончания, постепенно боль начнет у вас утихать, и ваша кисть будет восстанавливаться. Это вот такое вот упражнение с обычным мячиком, обычным шариком. Естественно, можно ухудить между пальцами, как угодно. Следующее упражнение обязательно, обязательно с кистилым эспандером стараться выполнять упражнение так, чтобы, ну, минимум за неделю, зависит от того, какой сложности была у вас травма, какой сложности был у вас прелом, минимум за неделю, за две восстановить полностью хватательные рефлексы вашей кисти, ваших пальцев. Если, к примеру, у меня вот есть один товарищ, знакомый у него, ну, случилась такая вот беда, на работе ему отхватило первую фалангу пальца безымянного. Он был фрезеровщиком. И врач ему сказал, у него палец, естественно, вот так вот остался, потому что стянулось сухожилие, и он не мог вообще рукой двигать. Врач-травматолог ему просто-напросто сказал, кистевой эспандер есть? Есть. Работай. И вот он в течение полугода восстановил полностью свой палец. Естественно, он остался без фаланги, но функции пальца остались на месте. То есть он разработал сухожилие, оно опять пришло в свое нормальное состояние, оно начало работать. Но на это ему понадобилось полгода. Так вот, следующее упражнение у нас, это с кистевым эспандером. Далее идет у нас наша чашечка. Когда мы ее вот так вот ставим, или вот так, как угодно. Ложим руку рядом с чашкой, поднимаем и поворачиваем к нашей чашке. Делайте это упражнение, повторяя его, ну, 15, 20, ну, 30 раз. Чем больше вы сделаете, тем быстрее вы будете восстанавливать свою кисть. Следующее упражнение вот так вот. Когда мы просто как бы поглаживаем чашку, не касаясь нее. И упражнение, когда у нас рука лежит вот так вот. И мы ее пытаемся завернуть сюда, вовнутрь. Вот такие вот, казалось бы, не очень сложные упражнения, но они очень легко и очень быстро помогают восстановить нам сустав. Само запястье. И, естественно, восстановить хватательные функции наших пальцев. Двигатели хватательные. Вот и все. Если вдруг возникнут какие-либо вопросы, оставляйте их под этим видео, задавайте их. Я постараюсь на них ответить. Желаю вам всем удачи. Оставайтесь здоровыми. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok